Всем привет дорогие друзья! С вами снова Крюга ТВ и сегодня мы посмотрим еще раз на такую машину как СУ-101, на прекрасненькую ПТ-САУ, которая стоит у нас на седьмом уровне. Это премиумная машина и заодно расскажу вам я про то событие, которого возможно кто-то ждал. Это про нашу конференцию, которая состоится, когда и в общем чего там собственно планируется. Итак, давайте начну с конференции про СУ-101. Успеем поговорить. В это воскресенье, 18-го числа, я решил сделать конференцию, созвать в рейдколл, создам комнату. Чуть позже я уточню номер комнаты и скину это уже будет именно когда перед самым, так скажем, началом время еще точно не решено. Я создам вопрос, это опросник в группе, чтобы вы могли предложить свое время. Так будет лучше как бы и вам и мне, можно будет спланировать больше дел. И мы определим, как бы, когда мы ее будем делать. Я уже, точнее, решил то, что это будет в воскресенье, но время мы сможем подобрать, чтобы большинству было это удобно. Что мы вообще будем делать на конференции? Я смогу ответить на все ваши вопросы. В общем-то, я ради этого ее и создаю. Как мы будем это все регулировать? Потому что, если я оставлю все это в свободном доступе, так скажем, чтобы всем было открыто говорилка, то тогда начнется, мне кажется, дикий просто срач и нереальный хаос. Если кто-то что-то захочет сказать, то я сначала создаю, вообще комната будет только для того, чтобы могли говорить администраторы и модераторы. Тот, кто хочет сказать, пишет в чат. Я ему даю доступ к микрофону, то есть делаю его модератором. Он спрашивает, я отвечаю, и так потихоньку со всеми мы поговорим. Нет, конечно, это еще может измениться, я еще точно не решил, как это все сделать. Могу я оставить открытую комнату, и слушаю, вам очень хочется. Но тогда я предполагаю, что слышно будет очень плохо, потому что все, скорее всего, будут гудеть. Вы будете тогда обещать мне, что вы гудеть не будете, и сможем спокойно с вами всеми поговорить. Так что можете уже сейчас начинать готовить интересующие вас вопросы, запишите на бумажку. Память эта штука такая, печальная довольно, все время постоянно что-то забывается. Поэтому рекомендую, если вы что-то хотите спросить, то запишите это где-нибудь. Так будет легче и вам, да и мне. Кстати, по поводу повторяющихся вопросов, которые часто задаются по поводу того, когда там выйдут ветки или что будет в следующем обновлении, я этого не знаю. Сразу говорю, я не разработчик игры, и мне этой информации никто, к сожалению, не предоставляет. Так что эти вопросы можете сразу вычеркивать из списка, на них я ответить не смогу. Ну, точнее смогу, но в таком ключе то, что отвечу, что я ничего не знаю абсолютно, и буду, в общем-то, на 100% прав в этом, потому что я на самом деле ничего об этом не знаю. Это, в общем-то, меня, конечно, немного печалит, но не настолько уж и сильно. Главное, что разработчики занимаются делом, и скоро грядет что-то глобальное, как мне говорят. Но говорят, что и кур дает. Так что посмотрим, что у нас выйдет. Примерно в таком ключе будет это все проходить. Значится в воскресенье, 18-го числа, для тех, кто прослушал. Созывается конференция в Raid Call. Программу можете скачать на ее официальном сайте, введите в Яндексе, вам это все выдаст спокойно. И там вы ее найдете, скачаете. Разобраться, если не сможете, на YouTube есть тонна видео по тому, как ее установить и как там чем пользоваться. Комнату я скину, скорее всего, уже в воскресенье. То есть создам ее специально для нашего разговора. И вам, в общем-то, ее скину уже перед самым началом, чтобы просто так там в ней не торчать целый день. Вот такие вот дела. Так что готовьте вопросы с позаранку и будьте, собственно, готовы. Те, кто хочет, заходите, пообщаемся с вами в ламповой, так скажем, атмосфере. Можно будет, конечно, даже, думаю, немножко покататься во взводе. Так подозреваю, что у нас там будет не пять человек. Хотя, кто знает, кому это интересно. Но, в общем-то, вот чует моя душенька, что там будет больше народу, чем просто пять человек. Давайте, кто придет, ставьте сейчас в комментарии плюсы. Ставьте лайк к видео, чтобы я знал и заранее был готов ответить на все ваши вопросы. Я думаю, их будет все-таки немало. Но постарайтесь уже, кстати, так вот определиться. И если будут какие-то вопросы, которые я уже отвечал до этого, вы их не задавайте второй раз. Лучше запомните то, что я сказал. Потому что, на самом деле, отвечать постоянно на одни и те же вопросы, это несколько надоедает. Так вот, в общем-то, я по конференции все сказал. Что-то я тут рассусолил дольше, чем хотел. В результате могу сделать вывод по СУ-101. Машина отличная. Ну, давайте по-хорошему. Броня на самом деле на ней просто великолепная, особенно лобовая. Как вы видели, несколько снарядов я оттанковал. Она отличная, под рациональными углами наклона и прекрасно держит удар. Хорошая довольно пушка, 530 разовый урон, вполне себе годное пробитие. Всем она устраивает. Единственное, что скорость. Медленная довольно ПТшка. Скорость не очень хорошая. Но, в общем, это не главное. Машина вообще на пять с плюсом получилась за свои деньги. И плюс она еще и фармит. В общем, результаты вы увидите. Просто повторюсь, кто хочет больше информации по машине, те посмотрите гайд. Потому что сейчас я уже по ней больше ничего особо рассказать нового и не смогу. Да что там говорить. Она как раньше танковала, так и сейчас прекрасно танкует. У нее лоб не пробивается почти, что скорость, конечно. Может быть и не фонтан. Но зато, в принципе, довольно неплохая пушка. Хоть и чуть-чуть может быть косоватая. Вполне себе годная машина. Можно на ней фармить, можно нагибать и можно получать огромное удовольствие. Ну, надеюсь, по поводу конференции все все поняли. Все, кто хочет, возрадуйтесь. Ставьте лайк, чтобы я знал, что вы придете. И я надеюсь, вы будете ждать нового видео, которое выйдет, как всегда, завтра. Ну что ж. А с вами был Крюга ТВ. Надеюсь, вам понравилось это видео. Надеюсь, вам понравилась та информация, которую я в нем рассказал. И надеюсь, что вы будете готовы к этому дню. Ну что ж. Всем спасибо. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok